Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Политкухня» и я, ее ведущий, депутат областного собрания Сергей Пивков. Когда-то наш выдающийся писатель, прозаик, драматург и публицист Гоголь отметил, что у русского человека есть враг, непримиримый и опасный, не будь которого он был бы исполином. Враг этот лень. Слова Николая Васильевича вспомнились не случайно. В обществе разгорелась нешуточная дискуссия о необходимости введения так называемого налога на тунеядство. Причем застрельщиками темы выступили официальные лица – представители Федерального министерства труда и социальной защиты. Заместитель министра Андрей Пудов заявил, что обсуждается возможность введения налога для трудоспособных лиц, официально нигде не работающих. Эксперты за основу в своих размышлениях взяли опыт Союзной Белоруссии, где президент страны еще в прошлом году подписал декрет, в соответствии с которым трудоспособные граждане, проживающие на территории Белоруссии, но при этом не работающие и не платящие налоги более полугода, будут ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин. Это где-то примерно 250 долларов. Неуплата или неполная уплата сбора влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. Многим эти рассуждения наверняка напомнили времена Советского Союза, когда за тунеядство, его еще называли социальным паразитизмом, существовала ответственность до одного года исправительных работ или до двух лет лишения свободы. Но официальная борьба с тунеядством, просуществовавшая порядка 30 лет, исчезла с распадом страны. И сегодня, по данным Росстата, порядка 20 миллионов россиян из 80 экономически активного населения страны не имеют официального трудоустройства. При этом из 20 миллионов порядка 4 миллионов безработных и около 16 миллионов предположительно заняты в неформальном секторе, то есть без официального трудоустройства. И по моим ощущениям, Федеральное министерство труда и соцзащиты беспокоят прежде всего те, кто получает зарплату в конверте. Сам министр Максим Топилин считает, что несправедливо, когда кто-то работает нелегально и ничего не приносит государству, но получает из этого кромана все блага. Министр уверен, что нужно предпринимать действия, которые позволят эти несправедливости исключить. Позиция интересная, государственная, местами даже правильная. Но разве работники виноваты в том, что им платят серую зарплату? Что-то я сомневаюсь в том, что это их самих устраивает. Скорее, они согласились на такие условия от безысходности. Федеральному министерству, как мне кажется, правильнее будет выработать механизм по выводу из серой зоны самих работодателей, создать им необходимые, желательно комфортные условия, а вот с тех, кто и дальше будет выплачивать зарплату в конвертах, спрашивать по всей строгости. И еще нельзя забывать о настоящих безработных, прежде всего тех, кто реально хочет трудоустроиться, но не может. То опыта не хватает, то условия, как те серые, то просто нет работы. Федеральные органы государственной власти должны мыслить масштабно. От принятых ими решений, как-никак, зависит наш с вами быт. И хочется, чтобы любые их действия вели к положительным результатам, а не к затягиванию наших поясов. И вот на этом фоне очень контрастно смотрятся результаты швейцарского референдума. В минувшие выходные жителям страны предстояло принять важное решение. Выплачивать или нет, каждому взрослому швейцарцу, в том числе и иностранцам, прожившим в стране более пяти лет, ежемесячно по 2500 франков. Это немногим более 2000 евро и примерно 60% от средней заработной платы в стране. То есть каждый взрослый житель страны, вне зависимости от того, работает он или нет, мог бы претендовать на указанные средства. Что-то вроде дополнительного пособия, гарантированного государством. Авторы идеи назвали это пособие безусловным основным доходом – БОДом. Как ни странно, но у инициативы появилось множество противников. Более того, проведенный референдум показал серьезную неприязнь у населения к такому бесплатному сыру. Почему сыру? Потому что, как известно, бывает он только в мышеловке. Противники ведения БОДа говорили о возможной разбалансировке швейцарской экономики и ослаблении ее конкурентоспособности, в случае, если на референдуме будет принято положительное решение. И им удалось убедить в этом подавляющее большинство жителей страны. Порядка 80% проголосовавших сказали свое резкое «нет» предложение ввести гарантированный безусловный основной доход. Таким образом, участники референдума решили, что каждый из Швейцарии должен зарабатывать сам, а общество и дальше будет функционировать на основе известного принципа – от каждого по способностям, каждому по труду. Неинтересно, а каковы были бы результаты подобного голосования в России? Вопрос скорее риторический. А на этом я с вами прощаюсь. Это был очередной выпуск «Политкухни». До новых встреч!